Приветствую всех любителей старины! Вы на канале в поисках золота и кладов, и это очередной обзор самых дорогих лотов, проданных на аукционе Виолити. Открывает сегодняшнюю десятку Орден за личное мужество. Орден за личное мужество является последним орденом, учрежденным в СССР. Произошло это 25 декабря 1988 года. Награждались Орденом за отвагу, храбрость, мужество и стойкость, проявленные при спасении жизни, а также материальных и духовных ценностей. К моменту распада Советского Союза Орденом были награждены 529 граждан СССР и около 100 иностранцев. Эта награда, по всей видимости, так и не была вручена. Орден за личное мужество был выставлен на торги с одной гривной. Лот получил 87 ставок, награда была продана за 42 тысячи гривен. Девятое место сегодня за Орденом Ленина. Орден Ленина – высшая государственная награда в СССР. Он был учрежден 6 апреля 1930 года, а уже спустя месяц награду за номером 1 получила газета «Комсомольская правда». Всего за 60 лет существования награды было произведено 431 тысячу 418 награждений. Этот же Орден за номером 234 тысячи 445. Награда изготовлена из золота и украшена рубиново-красной эмалью. По рельефу Ильича – платиновый. Орден Ленина был выставлен на торги с одной гривной. Лот получил 98 ставок, награда была продана за 42 тысячи 550 гривен. Восьмую строчку на этой неделе заняли 10 рублей 1910 года. Монета эта была от Чеканина при правлении последнего императора Всероссийского Николая II. Она считается достаточно редкой и по каталогу Биткина имеет примечание в виде латинской R. Причина – тираж. Из года в год таких червонцев чеканили миллионы, а вот в 1910 году тираж составил всего 100 тысяч 18 экземпляров. Монета, изготовленная из золота 900-й пробы, весит 8,6 грамма и находится в отличном коллекционном состоянии. 10 рублей были выставлены на торги с одной гривны и после 145 ставок проданы за 44 тысячи 650 гривен. На седьмой позиции сегодня расположились янтарные бусы. Янтарь – ископаемая смола, затвердевшая живица древнейших хвойных деревьев. Существует множество видов янтаря, отличающихся по цвету и фактуре, но самым ценным считается так называемый королевский. Он составляет лишь процент от всего существующего янтаря и всегда ценится коллекционерами. Бусы из такого королевского пейзажного янтаря и были представлены на аукционе. Размер бусин от 8 до 20 миллиметров, общая длина 58 сантиметров, вес более 70 грамм. Янтарные бусы были выставлены на торги с одной гривны и после 45 ставок проданы за 50 тысяч 343 гривны. Шестое место сегодня занял немецкий кинжал. Предмету этому около 80 лет. Он был изготовлен в городе Золинген, известный еще с 1829 года немецкой мануфактурой Бокер. Кинжал принадлежал в свое время офицеру СС. Находится он в отличном коллекционном состоянии, в полном родном сборе и без следов деноцификации. Кинжал офицера СС был выставлен на торги с одной гривны и после 158 ставок продан за 63 526 гривен. Пятая строчка на этой неделе за старинной картиной. Работа это кисти известного австрийского художника Йозефа Тома-младшего. Мастер жил и работал в Вене, являлся ярким представителем европейского романтизма 19 века. Основной темой его картин были альпийские пейзажи. Работа, представленная на аукционе, написана маслом. Размер ее 68 на 105 сантиметров. Реставрации картина не подвергалась, рама же современная. Картина Йозефа Тома была выставлена на торги с 65 тысяч и всего после одной ставки продана за эту сумму. На четвертой позиции сегодня расположилась звезда ордена Святой Анны. Императорский орден Святой Анны учрежден в 1735 году. Его вручали духовным лицам, военным и гражданским чинам, а также иностранцам. Орден имел 4 степени. Награжденному орденом первой степени также вручалась серебряная звезда. Интересно, что на этой звезде стоит более позднее клеймо фабрики Эдуард. А вот центральный медальон на ней более ранний, кебелевский. Звезда ордена Святой Анны была выставлена на торги с 1000 гривен и после 120 ставок продана за 70196 гривен. Как думаете, друзья, что это? Я бы, например, ни за что не догадался, что это елочная игрушка. Такой себе кусок картона, изображающий красноармейца-пограничника с верным мухтаром. Царапины, потертости, облезшая местами краска не останавливает коллекционеров новогодней атрибутики. 7-сантиметровая картонная елочная игрушка продана за 2500 гривен. Те из нас, чье детство прошло в последние годы СССР, хорошо помнят культовую игрушку «Ну погоди». Днями напролет мы пили рекорды и пытались перевалить за 1000 очков. Но были и другие игры, работающие по той же схеме. Причем собрать их можно было самому. Например, такой конструктор 88-го года выпуска. Распечатываете, собираете и играете в кота-рыболова. Надоело? Разбираете, собираете кваку-задаваку и рубитесь в новую игру. Продан конструктор Старт 7250 за 4220 гривен. Не там, друзья, мы ищем свое счастье. Не на полях нужно искать, а в копилках. Вот, например, монета, которую легко можно отличить от обычной. Не нужно считать колоски, мерить буквы и изучать трезубец. Смотрим на Аверс, год 1995. Смотрим на Гурт, 96. Вот и все. Найдете такую и также сможете продать в 14 тысяч раз дороже номинала. Открывает тройку призеров этой недели раннесоветский знак. Награда эта очень редкая. Это знак в память пятилетия Всероссийского профессионального союза железнодорожников. Знаком награждались передовики производства и профсоюзные активисты. Общее количество награжденных лишь 251 человек, среди которых, к слову, сам Дзержинский. Нагрудный знак изготовлен из серебра. На нем изображен движущийся по рельсам паровоз и машинист, который держит красное знамя. Изготовлена награда в 1923 году в мастерской Мареева. Сохранность ее превосходная, реставрации не было. Раннесоветский знак был выставлен на торги с одной гривны и после 105 ставок продан за 76 тысяч гривен. Почетное второе место сегодня за варварским подражанием Ауреусу. Артефакту этому около 1700 лет. В эпоху могущества Римской империи ее золотые монеты, Ауреусы, использовали на наших землях не только как платежное средство, но и как украшение. Именно поэтому большинство найденных у нас римских золотых монет имеют отверстия. На всех Ауреусов не хватало, поэтому местные ювелиры наладили выпуск собственных подражаний римским монетам. Одно из таких подражаний и было представлено на аукционе. Изготовлен предмет из высокопробного золота, вес его более 7 грамм. На лицевой стороне варвары пытались изобразить одного из римских императоров на оборотной волчицу Рема и Ромула. Подражание Ауреусу было выставлено на торги со стартовой цены в 100 тысяч и всего после одной ставки продано за эту сумму. Ну а самым дорогим лотом, проданным на прошлой неделе, стал слиток золота. Слиток этот немецкого происхождения. Он имеет индивидуальный номер и находится в родной упаковке. Слиток из чистого золота. Вес его ровно 100 граммов. На момент продажи лота Лондонской Ассоциацией Рынков Слитков была установлена вот такая стоимость за тройскую унцию чистого золота. По этой цене 100 граммов стоит 5173 доллара. В нашем же случае слиток был выставлен на торги со стартов 154,5 тысячи гривен и всего после одной ставки продан за эту сумму. Ну что ж, такой была прошлая неделя, а для того, чтобы не пропустить самые дорогие продажи текущей, просто подпишитесь на канал. Недельные обзоры выходят каждый вторник. На этом буду прощаться. До встречи на канале в поисках золота и кладов.